добрый день дорогие мои друзья с вами евгения и вы на моем крымском канале друзья сегодня я предлагаю вам новую тему долго не решалась вам рассказывать об этом заинтригую сейчас дело в том что у меня есть еще одна специальность я занимаюсь составлением карт бадзи это такая древняя более трех тысяч лет наука искусство составление прогноза жизни человека чтение его судьбы и я училась на курсах закончила много различных курсов по разным темам внутри вот этого большого искусства бадзи ну что я вам скажу что со временем конечно это было закрытое искусство только императоры даже не чиновники а только императоры владели этим искусством и составляли прогноз не только для жизни для подбора чиновников а также и для всей своей страны можно то действительно можно составить гороскоп вот такой для целой страны вообще и прогноз сделать но искусство древнее и в общем закрытое было всегда две-три тысячи лет это все-таки большой срок вот во временной истории немножко скажу во времена китайской революции когда мао дзун разгонял всех магов волшебников и тех кто занимался традиционными искусствами вот этими древними метафизическими они разъехались кто в индонезию малайзию но очень странный вот южный юго-восточной азии и конечно это искусство стало постепенно расходиться по миру кто-то в европу приехал и к нам приезжают китайские мастера очень интересные читают свои лекции но в россии конечно немножечко адаптировали для россии уже и русские преподаватели есть друзья но я вам скажу что это потрясающий инструмент у человека в руках когда ты этим владеешь я даже не могу свою жизнь представить как я раньше жила и этого ничего не знала но я вам хочу сказать что множество вещей можно узнать во первых что для этого нужно сначала ничего просто дата рождения и место рождения но очень важен час дата рождения полная 4 получается параметра и место рождения все и человек полностью перед вами раскрыты вы понимаете я вот знаете думаю часто о женщинах которым нужно выходить замуж мужчинам которым нужно составлять семью думаю как раньше люди вот это делали ни о чем не думали что встретилась то и ладно сейчас конечно немножко другое отношение потому что клиенты мои конечно смотрят не только свою карту про свою карту ли про личность человека это я чуть позже скажу вот то что можно очень хорошо прочитать партнера если совместимость если какие-то точки соприкосновения чего человека ждать потому что бывает и опасно это же все-таки жизнь у нас 1 мы должны беречь себя также выбор профессии но я сейчас просто пройду все что можно посмотреть выбор профессии предназначение бывает люди совершенно не тем занимаются и мучаются понимаете еще я заметила что вот с клиентами работаю что самое главное это познать себя еще же греки недаром говорили самое сложное это познай самого себя потому что люди живут до 50 лет доживают и до 60 мне встречалась и человек не знает свое предназначение для чего он и что почему у него одни и те же ошибки одни и те же неприятности конечно если в карте уже записано какие-то негативные вещи то изменить их сильно нельзя но можно их осознавать и человек когда предупрежден он просто на эти грабли старается не надо не наступать это все можно прочитать вот в этих восьми иероглифов или четырех столбах также можно узнать о детях вот кто родился у вас что от него ожидать от этого ребенка вот буквально родился только на свет одна минута все гороскоп уже есть уже можно и тогда когда родители знают кто родился с какими совершенных людей не бывает какие-то недостатки наоборот достоинства очень хорошие ребенка можно корректировать его поведение можно менять воспитание чего-то добавлять чего-то не позволять также ну что мы еще с вами в общем любой аспект судьбы любая сделка что-то периода в общем то это конечно чтение судьбы потому что у китайской метафизики существует множество различных аспектов это фэн-шуй это то как мы живем чего нам так плохо почему у нас так мало сил почему у нас какие-то невезения почему мы в доме не отдыхаем и измучены идем дальше на работу вы понимаете значит плохой фэн-шуй это организация пространства для того чтобы вы счастливо жили хорошо отдыхали наслаждались своим домом восполнялись здесь силы вот что такое окружение потому что бывает хроническое невезение значит где-то друзья фэн-шуй плохой но вот чтение судьбы бадзы это называется восемь иероглифов или четыре столпа судьбы ну и что же еще есть есть еще одна практика циминь дунзя друзья я тоже нахожусь сейчас вот вас на вас в освоении этой практике это я тоже буду консультировать но немножко позже потому что это еще более сложная вот из этих трех составляющих состоит вот искусство метафизики китая вот то древняя тайна и потаённая скрытая от простолюдинов это все скрывалось и вот только в наше время вы видите мы имеем такую информацию ну что еще я вам могу рассказать конечно я делаю консультации смотрю карты вообще я смотрю карты всех мы допустим события какие-то потому что это все мне помогает лучше понимать обстановку людей что с ними происходит но сейчас немножечко я вам покажу картинок потому что это все в общем то все записано иероглифами схемами различными системами которые нужно научиться читать если кому-то интересно обучение то в принципе тоже можете обращаться но имейте ввиду друзья что это годы годы я потратила на это вот сейчас уже семь лет восемь лет восемь лет жизни от самого первого моего ознакомления был такой удачный случай моей жизни когда вот в жизнь пришло это искусство бадзы и вот на протяжении всех лет ну не всегда я тогда тошно как последние допустим 23 года серьезно занимаюсь каждый день каждый день я читаю карты каждый день я читаю статьи накапливаю конспектирую а было время когда я просто интересовалась мне казалось что это вообще не подъемная какая-то вещь потому что очень большое количество материала и она не так просто дается это же опять в карте можно предрасположенность увидеть кому легче это открывается но это для тех кто хочет сам изучать а тот кто хочет узнать свою судьбу свою пару когда выходить замуж когда покупать квартиру когда открывать бизнес или не открывать когда болезни предстоят что китайская медицина это другая область конечно друзья но у нас бадзы очень много мы можем по знаком судьбы очень много можем увидеть но вот я вкратце вам рассказала друзья если это интересная тема то я буду в каждом следующем видео на 15 минут я больше не снимаю меня 15 минут коротенькие видео чтобы не утомлять и не занимать ваше время информативно буду рассказывать раскрывать вот эти аспекты тайны как я читаю эту карту научиться вы конечно не это невозможно потому что это огромные курсы но вот последний курс у нас длился полгода два раза в неделю полгода вы представляете это объем какой материала это когда уже я хорошо уже знала и уже на такие определенные знания уже этот фундаментальный курс еще лег поэтому я только познакомлю и вы сможете сами понимать откуда это все берется вот чтение как вот астролог как он это читает еще хочу вам сказать что это не совсем астрология астрология только дата вашего рождения на самом деле китайцы не по планетам читают они читают по энергиям у них просто мировоззренческая система она совсем другая она основана на пяти элементах на этих пяти элементов у них базируются все взаимодействия всех энергий баланс чего-то мало чего-то много что-то надо добавлять чего-то вообще нет в карте понимать это все отражается на самочувствие человека на его удачи и вот эти энергии которые находятся везде во всем в пище в окружении в нашем в людях везде абсолютно в каждом предмете присутствуют энергии вот такая у них философия вот это усин она называется теория пяти первых элементов но это бесконечно прекрасная тема можно долго рассказывать сейчас немножечко вам покажу устройство карты чтобы вы просто представили как я это делаю ну вот друзья вот они эти пять первых элементов от которых мы в общем то все и читаем видите здесь очень понятно огонь почва земля металл вода и дерево вот этот круг в разных вариантах это все одно и то же я вам показываю как мы начинаем читать карту и как они взаимодействуют и их баланс или их недостаток а теперь вы видите саму карту когда я составляю карту она выглядит вот так вот они четыре столпа и вот на каждую дату рождения вот такие получается у нас четыре столбца друзья обратите внимание верхний ряд и нижний ряд это вверху находятся у нас вот как раз эти стихии которые сейчас кружочек видите вот они стихия внизу находятся животные это еще одна интересная тема и так вы видите 12 животных китайского календаря которые тоже имеют свои характеристики и вот это сочетание огромное получается 60 столпов вариантов ну вот вкратце вам показала в следующих видео я буду отдельно подробно рассказывать что же это все таки означает хотя бы краткий такой эксурс я думаю для общего развития будет интересно одно видео я расскажу про пять стихий что они для человека обозначают какие качества человек приобретает если у него в карте чего-то много чего-то мало чего-то вообще нет то есть поэтому уже мы можем определять что нам нужно с вами добавить и также хочу вам сказать что дальше будут животные это наша характеристика это наше поведение животные очень сильно характеризуют в году особенно вот в первом столпе и так четыре столпа я еще хочу вам сказать что я про них тоже буду отдельно рассказывать первый столб справа налево мы читаем справа первый столб год потом у нас с вами месяц потом день господин дня это самый сильный третий если справа считать столб и час где наши дети где наши проекты наша сексуальность наши тайные желания и вот так каждый столб это я только про один сказала несет в себе очень много различных характеристик потаенных и это все в принципе можно все прочитать ну еще хочу сказать что если бы судьба была неизменного только четыре столпа ну как бы мы жили с вами друзья мы все несовершенны но приходит на помощь десятилетние циклы называется это такты удачи вот эти такты удачи друзья приносят новые энергии недостающие или наоборот бывает такты удачи а бывает неудачный период и 10 лет тогда человек живет спокойно знает что у него сейчас ему не нужно открывать бизнес или что-то но это видите большие периоды но у нас еще есть годы когда допустим женщина хочет встретить мужчину а у нее ну нет этих знаков эти энергии мимо нее не проходят сквозь нее они не идут допустим да я просто примеры привожу и тогда она на помощь приходят просто годы или даже месяцы когда есть это личная удача счастливый вот встречи счастливые какие-то это просто тогда подбираются специальные даты а также мы на помощь призываем вот циминь дунзя это какие-то направления фэн-шуй есть направление где ваша удача где денежная удача где личная цветок персика или цветок романтики он называется это же можно активировать можно это привлекать все к себе друзья будем помогать будем помогать сами себе вот с помощью этого удивительного искусства но увидите она тоже не не ко всем приходит и не всегда раз вы сейчас это слушаете значит это пришло в вашу жизнь ну а я скромный а такой передаточный инструмент можно сказать от этого от этих энергии божественных космических которые может к вам эти энергии они уже есть у вас но мы их можем просто определить и обозначить и соответственно свою жизнь строить уже учитывая вот эти какие-то знания где нужна консультация друзья то телефоны всегда вы мои знаете и пишите мне и я вам там расскажу уже какие условия и как это все делается ну а с вами как всегда была ваша евгения друзья и до новых прекрасных встреч